Всем привет! Мы с вами на Правды 7-дроб-9 в нашей московской гитарномике в Skif Music будем говорить о кедре и еле. Каждый выберет то, что ему понравится. Разница кедровых и еловых гитар. Но прежде чем говорить о гитарах, попрошу подписаться на наши каналы Skif Music и Skif Music Live. Поставить лайк под этим видео и нажать на колокольчик. Спасибо! Большинство гитарных топов изготавливаются из кедра или ели. У каждого из них есть свои поклонники и противники. Дискуссии среди гитаристов о преимуществах и недостатках первого или второго материала порой приобретают весьма бурный характер. Многие гитаристы имеют четкое представление о том, какую древесину они предпочитают. Хотя оба материала имеют свои преимущества, некоторые исполнители просто предпочитают или звук, или внешний вид актота, и то, и другое. Давайте же углубимся в эту тему, чтобы расширить наши гитарные взгляды. И каждый нашел ответ для себя, что лучшее – кедр или ель. Многие музыканты склонны думать, что ель звучит намного чище, чем кедр. Кедр звучит более теплее. Это не лишено истины, но тем не менее сейчас мы разберемся с вами. Ель обычно немного светлее кедра, имеет желтоватый оттенок с немного медовым окрасом. Более зрелая ель, которая уже несколько десятков лет, имеет оранжеватый оттенок, такой темно-золотисто-оранжевый. Кедр имеет темно-коричневый оттенок изначально, и в принципе очень легко отличить ель от кедра визуально. Ель светлее, кедр темнее. Исторически сложилось так, что гитарные мастера на протяжении веков изготавливали классические гитары почти исключительно из еловых передних дек. Торрес, Эстеса, Буше, Хаузер, Флетта, Фридрих и практически остальные мастера, имеющие значимый вес в истории гитаростроения 19-20 веков, изготавливали гитары с передними деками из ели. Широкое использование древесины кедра для изготовления верхней деки классической гитары началось относительно недавно, а главный бум пришелся на середину 60-х годов, когда великий классический гитарист Андреас Сеговия явил миру свою гитару Рамирес с кедровой декой. Кроме того, добывать ель хорошего качества, особенно альпийскую, становилось все труднее, поэтому все больше и больше мастеров обращались к легкодоступному кедру. Ель и кедр являются одновременно жесткими и гибкими древесными материалами, именно поэтому они являются одними из самых популярных для изготовления передних дек акустических и классических гитар. Лучшая ель получается из деревьев, заготовленных в высокогорных районах, поскольку деревья растут медленно и в условиях низкой температуры. С кедром дела обстоят немножко проще, он не так привередлив в плане его добывания. Со временем многие задаются вопросом, что на перспективу интереснее, ель или кедр? На самом деле 90% в нашей индустрии согласны с мнением, что ель со временем ссыхается, становится тверже и ее звучание раскрывается, как у хорошей бутылки вина в погребе. Чем дольше вы играете на такой гитаре, тем лучше она звучит. Про кедр почему-то все, что я не изучал, особенно на англоязычных ресурсах, утверждается, что в принципе звучание там раскрывается сразу и со временем оно сильно не изменится. Есть что-то магически очаровательное в том, как еловые передние деки меняют цвет с течением времени и как звучание издаваемым инструментом может отражать его возраст. Считается, что звуковые изменения, которые будут происходить со временем с передней декой зелий, все-таки более интересны, опять же, чем с передней декой скедра. Поэтому еловые деки это привлекательная особенность для любого гитариста, которому нужна гитара, звук которой будет расти и взрослеть вместе с вами. Как правило, снова же передние деки из ели требуются более двух лет разыгранности, чтобы она видоизменяла свое звучание. У кедра, опять же, звучание раскрывается изначально. И какой звук вы получаете сразу, в принципе, точно такой же звук будет на протяжении всего времени. Ель раскрывается позже, кедр раскрывается раньше. Поговорим про разновидности ели и кедра. Самые популярные еловые передние деки делаются из альпийской ели, ели Энгельмана, Адерандагской ели и Ситхинской ели. Иногда более редко используется ель Луца. Если говорить о кедровых передних деках, в основном используется порода красного кедра. Альпийская ель, ее также называют европейской, имеет благородное звучание. Ситхинская, яркая, она более тяжелая, но легко добываемая и популярная, поэтому мы ее видим в 90% случаев, если гитара выполнена из ели. Опять же, она будет ситхинская. Ель Энгельмана легче по весу и поэтому мягче звучит. Адерандагская ель – это что-то среднее между елью ситхинской и обычным красным кедром. То есть она обладает мягкостью кедра и яркостью ели одновременно. Является самой дорогой и труднодоступной породой ели для изготовления передних дек. Очень часто можете встретить ее в винтажных гитарах Мартин. Давайте же послушаем, в чем разница между кедром и елью. Ситхинская, яркостью кедра. Shh! Ситхинская, яркостью кедра «Сида». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok